Боевики ИГИЛ решили, видимо, стереть с лица земли древнюю Пальмиру. Они взорвали триумфальную арку, а ведь ее удавалось оберегать на протяжении 19 веков. У нас есть видео, давайте посмотрим. Пока только такое, издалека. Вблизи разглядеть разрушение мы не можем. Понятно лишь, что взрыв был достаточной силы, чтобы навредить историческому памятнику. Я покажу чуть позже, что именно уничтожили боевики на снимках еще не тронутой Пальмиры. Сейчас небольшую экскурсию по древнему городу проведу. Перед вами Пальмира. Один из богатейших городов поздней античности. Он занимает оазис в сирийской пустыне. Находится между Дамаском и Эфратом, эти древние сооружения, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, с мая этого года он находится под контролем террористов. Ну, а вот это амфитеатры и колоннада – следующая цель боевиков. Раньше здесь были толпы туристов. 150 тысяч путешественников ежегодно приезжали, чтобы увидеть Пальмиру и пройтись по улицам этого города. Когда-то здесь был туристический центр Сирии. Теперь в пустыне только террористы и правительственная армия. На уже хорошо знакомой нам с вами карте покажу, где находится Пальмира. Посмотрите, город на территории подконтрольной террористам ИГИЛ, вот этой вот черного цвета. Но к нему, вот здесь вот как раз в этом месте, посмотрите, красный участок. Ну, давайте, да, вот так вот вам отвечу. Красный участок. Его контролирует армия сирийская и дорогу к Пальмире. А сама Пальмира находится вот здесь. Соответственно, она на территории ИГИЛ, но к ней все-таки есть доступ. Сирийской армии постоянно они ведут за нее бои. Историческое наследие пытаются отбить. Все-таки есть надежда, что город удастся спасти. А вот так выглядела арка до взрыва. К красным отмечены части, которых больше нет. Строение состояло из трех вот таких вот групп. Посмотрите, высота главного свода 20 метров. Это вход на торговую улицу Пальмиры, на главную торговую улицу. На самом деле, не в первый раз боевики сметают все на своем пути, не задумываясь о значении памятников. В чем провинились руины, непонятно. В конце августа боевики разрушили в Пальмире храм Белла, построенный в 1932 году. Незадолго до этого стало известно об уничтожении храма Баал-Шамин. Вот как раз видите этот взрыв. Это его уничтожили. Он был одним, когда-то был одним из наиболее сохранившихся. Не пожалели и другие достопримечательности. Они взрывали их, разбивали кувалдами. Вот здесь вот, если приглядеться, можно даже взрывчатку посмотреть. Вот так вот террористы бочки заносят. Как раз внутрь этого храма, про который я вам говорила, для того, чтобы истереть его с лица земли. Сохранить артефакты и город пытался главный смотритель Пальмиры, Халет Асаат. Он полвека занимал эту должность. В свои 82 года решил остаться и защищать памятник истории архитектуры до конца. Хотя у него была возможность бежать и остаться в живых. Исламисты обезглавили ученого и вывесили его тело на всеобщее обозрение. Чудовищную потерю для мировой культуры обсудим с руководителем Национального агентства по архитектуре и градостроительству Еленой Косаренковой. Елена Леонидовна, уже у нас в студии. Здравствуйте. Добрый день. Вспомнили мы о том, что успели с мая месяца сделать террористы. ЮНЕСКО защищает Пальмиру. Почему этот памятник, давайте сначала об этом поговорим, попал в список объектов, за которым особое внимание необходимо? Вы понимаете, Пальмира, это город Пальм, как мы можем перевести его, это название есть и в истории, и в культуре России. Мы же называем Петербург Северной Пальмирой, а Одессу мы называем Южной Пальмирой. И вот, честно говоря, это огромная трагедия. Это действительно трагедия для всего культурного мира и для культуры любой страны и любой религии даже. Потому что это наследие уже не восстановить. Почему там были люди, приезжали туда туристы, туда приезжали архитекторы? Потому что ощущение, когда находишься в этом объеме, ощущение этого пространства, цвета, восприятия формы, деталей, это уже накладывает на человека, на его культурный слой огромное значение, а тем более для зодчего. И вот это вот понятие и ощущение этого, это является уже толчком для дальнейшего творчества того же самого архитектора. А вот это, это стирание памяти, это стирание памяти народа. И причем это делается намеренно. Не потому, что это надо взорвать ради тактических целей, чтобы удержать эту территорию, а для того, чтобы стереть память и стереть культуру. Да, может быть, в дальнейшем можно восстановить, но мы уже восстановить энергетику этих построек, это уже будет невозможно. Мы же с вами видели, сколько там взрывчатки. Я думаю, что и восстановить-то тоже не получится. Сохранившийся древний город, первый век нашей эры, первый и второй век нашей эры. Удивительный просто исторический памятник, архитектурный памятник. Можем мы с вами предположить, что там еще было? Ведь неподалеку находился музей, правильно? С артефактами. Да, музей с артефактами. И здесь, конечно, эти артефакты уже начинают всплывать уже в Европе и в Соединенных Штатах. Потому что, да, они имеют свою материальную оценку, но они не имеют своей ценности в культуре. И они должны находиться были бы там же, потому что это была бы общая система восприятия той культуры. Ведь эти памятники, они еще помнят время Христа. Потому что некоторые храмы были построены в 103-м до 64-го года до нашей эры. До нашей эры еще. До нашей эры. И триумфальная арка и другие объекты Пальмиры мы можем видеть в культуре практически каждого города. И в Москве, и в Санкт-Петербурге. Потому что это уничтожена гармония. Гармонии проверяется талант архитектора. И эту гармонию можно было подчеркнуть, когда находишься именно там, именно на этом самом месте. Смотрите, а можем мы с вами сделать вывод о том, что террористы все-таки люди образованные. Смотрите, как они интересно поступают. Захватили в мае. Сначала уничтожают два храма. Сейчас арку. А арка, как мы с вами знаем, это вот вход в город на главную торговую улицу. Все первые, все гости, которые сюда приезжали, первое, что они видели, это эту арку. После этого известно, что следующая цель – амфитеатр и вот эта вот колоннада. Амфитеатр и колоннада – это вообще потрясающее сооружение. Вот вы знаете, вот обидно и больно до слез. Просто до слез обидно. Это трагедия. Когда 4 сентября появилась информация о разрушении храма Белла, и у меня в интернете, в фейсбуке мои друзья архитекторы писали, что это трагедия. Мы сразу, профессиональное сообщество, культурное сообщество, на это откликнулось. Значит, Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО. Значит, есть и уже отношения Российской Федерации и ЮНЕСКО по этому факту. Но дело все в том, что прекрасно понятно боевикам о том, что они делают. Потому что каждый шаг уничтожения следующей постройки Пальмиры – это действительно уже противостояние культурному миру. Посмотрите, мы можем сделать. И ваше мнение нас не интересует. И смотрите, как они это последовательно делают. Мне просто интересно, может, мы с вами какой-то план сможем под текст сейчас узнать, разгадать. В мае захватили. Казалось бы, да заминируй ты все и взорви. Нет, это последовательность ожидания реакции. Какова будет дальнейшая реакция? Смотрите, сначала по религии бьют. Ну, они псевдоисламское государство, они там эти темы все педалируют. Сначала религию, это понятно, как бы ожидаемо. После этого подбираются к главному входу в город, казалось бы, исторической достопримечательности. Если там была религия, да, вас это не устраивало, то теперь они, ну, еще другой удар бьют просто по истории. Сначала бьют по религии, потом бьют по истории. И подходят, смотрите, к самому главному. Они как будто вот его на десерт оставляют. Вы понимаете, да, Пальмира сейчас в данном случае, это заложник. Это когда на основе этого ставятся условия, но они не прописываются. Или вы понимаете, как говорится, тема террористов, что будет дальше. Или вы будете выполнять наши условия. Если вы не выполните наши условия, мы уничтожим все остальное. И не мы будем виноваты, а вы будете виноваты, потому что вы не приняли наши условия. Но в данном случае, все-таки здесь, наверное, должно сработать фигуральный выражай закон Ньютона. Сила действия равняется силе противодействия. Но мы будем на это с вами надеяться. ЮНЕСКО может что-то сделать? Я понимаю, что нет, но тем не менее... ЮНЕСКО может выразить свое отношение. Но ЮНЕСКО не может послать туда своих волонтеров, для того, чтобы они стали на защиту Пальмира хотя бы своим присутствием. Вы знаете, террористам в данном случае это будет уже без разницы. Это понятно. Ну, быть может, какой-то международный суд, чтобы хотя бы... Не спознили. Ну, хоть каким-то образом признать их вину хотя бы на этом уровне. А вина их уже признана их действиями. Вина признана отношением к тому, что они делают. Но самое главное, чтобы еще в данном случае уже высказали не только свое отношение, но уже были проявлены какие-то действия для того, чтобы остановить эти террористические акты. И вообще, по сути дела, это и уже действия ИГИЛ в Сирии. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что все-таки они не доберутся до амфитеатра и колоннады, поскольку и оставили это на последнюю очередь. И, наверное, понимают все-таки, какое значение для всего ИГИЛ. А я боюсь. Я надеюсь, что надежда... Я боюсь, но надеюсь. Да, да, да. Ну что ж, единственное, что мы с вами можем сделать, это просто понадеяться на то, что они, поскольку они это понимают и осознают, может быть, все-таки рука не поднимется. Спасибо вам большое, Лена. Я благодарю. С руководителем Национального агентства по архитектуре и градостроительству с Еленой Козаренковой обсудили трагедию в Пальмире.